Знаете, какое одно из самых приятных чувств, которые любят испытывать очень многие люди? Чувства, когда твои заниженные ожидания по поводу того или иного творения не оправдываются, и оно оказывается совершенно не тем, что ты ожидал. Признаюсь, я не испытывал этого чувства уже очень долгое время, вплоть до вчерашнего дня, когда посмотрел мультфильм про Человека-паука. К слову, я думаю, в ближайшее время мне предстоит испытать это еще два раза в кинотеатрах, но сейчас не об этом. Упор на Майлза Моралеса, сценаристы Лего Бэтмена, которого я не очень жалую, мультфильм, странная рисовка и компания Sony, отвечающая за создание в моих глазах. Такая комбинация моментально приводила, если не к провалу, то к весьма средней картине. Однако получилось все совсем иначе. У создателей получилось создать уникальную картину. Картину, которая сможет понравиться почти всем. Почему не всем? Ну, а вы назовите мне творение, которое нравится всем без исключения. Сложно? Вот поэтому и почти всем. Например, тем из нас, кто постоянно говорит про какую-то душу в играх и кино, ту странную и непонятную вещь, о которой я вам постоянно твержу. Однако на самом деле она, вот в том определении, в котором я о ней люблю говорить, не такая уж и сложная метафизическая вещь. Наоборот, весьма простая душа, в моем понимании, это мораль, настоящие эмоции и человеческий посыл, который хотят донести авторы. Вот и всего-то. И в этом плане, через вселенные, отличный представитель творения с душой. Да, пускай она в основном сконцентрирована только в третьем акте. Видимо, в 2018-м любое творение, где есть Человек-паук, великолепно только в третьем акте. Однако этого третьего акта, который есть в мультфильме, мне хватило на всю картину. Сказал бы вам больше, но спойлеры. Правда, сказать абстрактно про раскрытие правильных семейных ценностей и того, что значит быть ответственным, и что значит быть Человеком-пауком, вполне можно. Третий акт серьезный, эмоциональный и по-хорошему взрослый. Если бы таким был весь мультфильм, 12 из 10 от меня. Однако и без этого, другая часть мультфильма, это отличное развлечение. Невероятно красивое. Рисовка по итогу не напрягала, а наоборот. Была очень к месту. Представить картину без нее уже попросту невозможно. Дизайн некоторых героев, вроде Кингпина или Людей-пауков на высоте, с огромным количеством шуток, иногда хороших, а иногда не очень. Лично меня они больше напрягали, чем нет. Но самое главное и в то же время удивительная вещь, которую я уже озвучил, эта картина сможет понравиться очень разным зрителям. Для детей, пришедших посмотреть на знакомого любимого персонажа, тут есть гора экшена, поток шуток и большое количество... Человека-паука. Ну и да, не надо забывать про тот факт, что это мультфильм на большом экране, еще и под Новый год. Для людей постарше, или же тех, кого не вставляет экшен, горы шуток и поверхностная история, существует отличный третий акт, который их приятно удивит. Даю слово. Для фанатов с большой буквы, тут есть гора отсылок и запредельный уровень фансервиса. Вот и получается, что от картины каждый получит удовольствие и найдет в ней что-то свое. Это ли не прекрасно? Что же, ну а на этом все. Если согласны со мной, или если вам понравилось видео, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Также высказывайте мнение в комментариях. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok